Всем привет! Хотите верьте, хотите нет, но я захожу в эту игру сейчас, видите, потому что на дворе 10 января 2018 года подоспели новые акции. Давайте же глянем на них. Как представлю, что уже прошло больше 4 лет, уже 5 год пошел, как мы играем в это. И, наверное, подождите, карта, это то, что мне сейчас нужно через 5 лет игры, вот эта карточка обязательно. Целых 3, даже больше, 6. Подождите. Да, пришел на 5 минут. Все-таки прошло много лет и разработчики, наверное, что-то нам все-таки этакое приготовили. Сейчас мы будем с вами ознакомливаться, хотя вы уже, наверное, ознакомились. Но свое мнение я все же выскажу. Хм-хм-хм-хм-ням-ням-ням. Что мы тут имеем? Так, особое событие на Рождество. У нас было Рождество 7 числа. Сегодня 10, значит, с опозданием нам пришли колоссального вида подарочки. Так, во время события с 7 по 9 января игрок получает большой Рождественский подарок за вход. Спасибо, я пришел сюда 10, поэтому этот подарок я не получу и нет смысла снимать эту акцию, потому что вы уже получили это все. Все, что здесь перечислено, все это будет в этом подарочке, но от этого вам никакой выгоды не будет. Вы это получите и на себе не ощутите никакой прибавки и праздника на душе у вас тоже не будет. Особое событие встречи Нового Года. Во время события с 1 по 9 января вы получили то же самое, что и я когда-то. Поэтому этот мы тоже обозревать не будем. Кстати, можно было, или сейчас можно, сейчас я посмотрю, магазин, сундук, новогоднего костюма, 1500 алмазов, синих. Если вы купите, вы получите, а вы получите Рождественский костюм и новогодний костюм. И вы их получите одновременно, и один будет лучше другого. Вопрос, зачем так сделали разработчики? Ответ, они долбоёбы, за синие алмазы не рекомендую я это дело брать, потому что вам тогда придётся задонить. Нет, увы. Кстати, на Китае продаётся пэт олень, новогодний, так полагаю. Но здесь этого нет, опять же. Отличные акции, пока что всё идёт прекрасно. Эээ, дальше, блядь, сука. Эээ, какие акции, сегодня же 9 января на дворе, а не 10. Блядь, я потерялся, сука, во времени. Фальстарт, как говорится, ладно. Всем пока. Ждём следующего дня. Блядь, значит, вот эти две акции, которые я сейчас читал, они ещё в силе. Ну, опять же, вы всё уже взяли, блядь, и я должен взять ёпаный в рот. Расскажи, Снегурочка, где была? Чё-то там, блядь, подарочки от меня. Особые на Рождество. О, извините за такой громкий звук. И я получил сундук. Где он, на почте или нет? Это я в Флайн Эйдж 2 играю, там постоянно всё падает на почту. У меня теперь привычка постоянно на почту залазить. Хотя, здесь всё летит сразу к нам. Сундучок. Где этот сундук? А, вот, лук синий я первый раз увидел, опешил, конечно. Вот, случайный самоцвет зелёный. Три сундука. Давайте, пять тысяч алмазов и десять тысяч. Нету. Питомец оранжевый. Отлично. Ладно. До скорых встреч. Ну всё, всё, отставить панику. День прошёл. Вы уже прям, не знаю. О, открыть ящик. Так, и шесть банок мне в копилку. Очень-очень хорошо. Всё-таки уже десятое число наступило. Смотрите, смотрите. Видите, SR, SR, 10 января. Поэтому сейчас новые акции. И мы их изучим, конечно же. Ух ты, какой белый. Белый лев, кстати, у меня такого нет. Где достать? Напишите мне, пожалуйста. Давайте посмотрим, что за нечто такое интереснейшее нам завезли. Новые события при пополнении на русских серверах получения возврата красных... А, это уже старенькая акция. Ладно, забыли. Извещение так, забыли. Награда Башня Предела. О, я люблю Башню Предела. Что же там за награда меня ожидает? Время события. Десятое января. Запомните. Одиннадцатый января. Семнадцатый. Восемнадцатый января. То бишь, четыре дня. Один из этих четырёх дней сегодня. Во время события получит дополнительную награду по количеству этажей прохождения в Башне Предела. Пять этажей. Пять этажей. Пять этажей. Красных алмазов. Значит, восемь соточка. Десять сто пятьдесят. Пятнадцать. Это триста. Подсказка. Получить один раз награду во время события в любом уровне. Сука, не могу я читать это. А теперь вопрос. Я получаю награду. Например, я прохожу пятнадцать этажей. Я получаю... А, двадцать смыслов нету же проходить. Пятнадцать максимум. То бишь, я получаю триста алмазов. Или я получаю все эти алмазы за проход пятого, восьмого, десятого и пятнадцатого. Надо обязательно это проверить. Прямо сейчас. Подходим к этому исследователю Бер Грилсу. Башенка предела. Обратите внимание, я сейчас на пятом этаже. Посмотрим, что мне дадут. И дадут ли. Пятый этаж пройден. Вы получили пятьдесят привязанных алмазов. Это значит, мне будут давать... Сколько там? Пятьдесят сто? Сто пятьдесят триста. Шестьсот алмазов? Это же я богатый человек. Восьмой этаж. Некруша, прости меня, но я должен заработать еще соточку. Смотрите. Оп, вы получили сто привязанных алмазов. Уже сто пятьдесят. На десятом этаже должны дать еще сто пятьдесят, насколько я знаю. Умри, негр. Что-то я в последнее время негров убиваю, мне дают за них алмазы. Вот, смотрите, сто пятьдесят. Итого уже триста. И на пятнадцатом этаже нам должны дать еще триста алмазов. А это мираж. Поэтому не все новички смогут получить эти три соточки. Сделали бы еще за двадцать... Проход двадцатого этажа, например, пятьсот алмазов. Да и вообще бы пора им уже делать ежи за алмазы. Например, прошел все ежи в день, получил тысячу алмазов, например. Вот, видите, триста есть. Дальше проходить мне сейчас смысла нет. Потому что за них ничего мне не дадут, кроме НЛО. Но я мажор, мне НЛО не нужны. Выхожу. Так, эту акцию мы проверили. И, насколько я знаю, она работает. Двенадцать семьсот пятьдесят два алмаза. Да. Было другое количество. Далее, что у нас тут еще есть? Рыбалка завоевывает оранжевую карту сокровищ. Ох, как это грандиозно. Во время события рыбалка теперь имеет возможность достать осколочную оранжевую карту сокровищ. Если собирать пять осколочных оранжевых карт сокровищ, то можно у рыбаки Тайлер обменять оранжевую карту сокровищ. Сокровищ подсказочка. Полтора процента шанс достать осколочную оранжевую карту сокровищ. Максимум пятнадцать осколочных оранжевых карт. Так. Я полагаю, у этих китайцев, американцев, кто они там, я не знаю. У них какое-то извращенное понятие ценности этих. Понимаете? У нас было много орденов избранных. Мы их все меняли на оранжевые карты. Копать эти карты мы не успеваем. Донат, потому что большой, и за алмазы копать эти карты дорого. Бак, по сути, прикрыли и те, кто торгует алмазами, их сейчас не видно и не слышно. И в три дорога они эти алмазы продают. И китайцы подумали, подумали такие, напрягли свою извилину, которая на жопе. И думают, а давайте мы сделаем так, чтобы у них орденов еще больше было. Мы теперь за ежи больше награду дадим. Ведь это же логично. Они же не успевали копать. А теперь мы сделаем так, чтобы они не успевали копать. Представляешь? А так как у них карт по несколько тысяч лежит, не копанных в инвентаре. Давайте мы спустя пять лет задумываем такую вот хуйню. Пусть они рыбачат. И вот пытаются выловить эти ебучие осколки. Полтора. Это, наверное, понимаете, это даже не 15% шанса. Это полтора процента. То бишь надо так жопу разодрать себе, чтобы эти осколочки вам выпали. И вы их обменяете на оранжевые карты. И у вас их теперь будет не 4500, а 4503. Я не знаю, как вы будете успевать копать. Но мне тут что-то закрадывается, сука. Такая мысль, что это не та самая оранжевая карта, которую мы копаем. Потому что она как-то так называется странно-осколочная оранжевая карта сокровищ. Может быть за эту карту будут давать что-то другое. Может она будет в инвентаре как-то по-другому выглядеть. Я бы проверил эту акцию, но мне тупо лень. Полтора процента шанс ловить, чтобы это все дело у меня выловилось. И собрать это все воедино. Делайте сами, решайте сами. Рыбачить вам или нет. Я не буду. Но они, кстати, тут и не описали, что за карта такая, и что она может дать. Но я не удивлюсь, если это будет обычная оранжевая карта. У китайцев это норма. Сегодня вы задоните чуть-чуть и получите пятого уровня камень, или даже шестой. А на следующей акции вы задоните 500 тысяч раз и получите камень первого уровня. И так у них постоянно, везде. Так. Рыбалка, значит, завоевывает оранжевую карту. Это очень хорошо. Карта взята в плен. Подарки за трату синих алмазов. Чтобы потратить синие алмазы, вы должны их сначала получить. Чтобы их получить, нужно задонить. Чтобы акция сработала, да, и вы получили рандомный камень аж второго уровня 2. Это просто феноменально. И счастливый ящик сокровищ 4. Вы должны потратить минимум 1000 рублей, а это примерно 250 плюс рублей. То бишь больше 250 рублей за вот это Г. Но вы можете купить у баггеров. Но я не знаю, торгуют они сейчас или нет. Призы, затраты, конечно, я бы вам сказал, ну прям не ахти. Но они есть. Сами думаете, вам надо или нет. Я вам скажу по секрету. Нахуй это все. Далее. Возврат с пополнения. Вот это потрясно. Ну-ка. Во время события любому игроку, даже мне, за первое пополнение полагается январская печать. Это пополнение, которое можно обменять у Морисета на случайный самоцветок четвертого уровня, чешуечку огненного дракона 6 штучек и счастливый ящик сокровищ аж 60 штук. А еще, а еще, а еще. За каждое первое пополнение в день можно дополнительно получить аж один, один счастливый ящик сокровищ. То бишь вы сейчас, вот видите, типичная опять ситуация. Вы сейчас доните 264 алмаза, 88,5 рублей, и получаете счастливый ящик сокровищ 60. А завтра вы доните также 88,5 рублей, и получаете один ебучий ящик сокровищ. Я не могу понять вас, китайцы, вы что? У шлепки? Давайте сходим к Морисет и посмотрим, что там за печать такая. И вопрос другой. Эта печать, она же одна, правильно будет у нас? И мы ее сможем поменять, потому что за одну акцию мы можем одну печать всего получить за дон. Но есть же баг в локации. То бишь вы заходите в локацию, в любую. Например, там 5,3, там 28,2 локацию, подряд доните, например, два раза, сворачиваете приложение полностью, выключаете его, заходите заново в игру, и вам на почту должно прилететь уже две январских печати. Так именно работал баг на все, что прилетало за дон. Камни те же. Если бы мне сейчас просто по умолчанию задон давали бы камень четвертого уровня, я бы, например, сколько у меня было денег, например, на пять раз задонить, я бы задонил пять раз и получил на почту пять камней. Давайте посмотрим обмен, обмен руны, миллионы печати. Вот. Ну, это акция. Подождите, я не понял, это что за херня? Не то. Вот, январская печать. Вот. Но мне кажется, что мы не сможем получить два раза награду. То бишь, когда я получу награду один раз, то второй она уже будет неактивна. А давайте я ради этого дела рискну и задоню два раза. Черт, как мне жалко этих денег. Ну что ж, заходим в локацию, как я и говорил, например, восемь-три. Неважно. О, девять-три. Черт, спиздел вам. Заходим. Вот мы здесь. Мне тут хорошо и уютно. Так, свидетелей не надо оставлять, потому что они могут рассказать об этом баге. Все. От всех избавились. Теперь начинаем планомерно донить. А именно, всего лишь два раза. Пополнять. На самую маленькую сумму. Ну что такое? Магазин. Пополнять. 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 Маленькую сумму денег. Странно, уже 75 рублей стоит 264 алмаза вместо 88 с половиной в прошлый раз. Что за херня? Что за наебочка? Я не хочу, чтобы с меня брали так мало денег. Хочу больше. Один раз задонили. Доним второй. Платежка выполнена. Теперь нам нужно свернуть приложение. Херкс. Полностью. Все. Нету. И заходим заново. Если этот баг не прикрыли, то сейчас должно мне прийти на почту две январские печати, которые мне нахрен не нужны. И я отдал 150 рублей. Мог купить себе полтора гамбургера. Так, заходим. Смотрим. Вот, смотрите. Получил ящик сокровищ и возврат пополнения. И что? Подождите. И что? Почему так мало? Что, бак прикрыли, что ли? Я что, зря задонил? Вы что делаете? Вы что творите? Так. Вот, смотрите. Январская печать. А это обычный ящик сокровищ. Да, я хочу вам заявить, что баг с локацией прикрыли и теперь дважды, трижды, пятережды донить уже не получится. Когда прикрыли, не знаю. Может быть с последним обновлением. Но раньше, когда Эхэл Вилдушка так сделал и получил много камней, его же забанили. Но бак тот не был прикрыт, потому что после этого я пробовал, все проходило. Но теперь, увы, так что не пытайтесь. Давайте нашу январскую печачку обменяем на 60 ящиков сокровищ. Вот так вот. Смотрите, как это делается. Раз. и по идее, видите, я еще раз могу, но январскую печать нам больше не дадут, увы. И бак, локации тоже не сработал. Тоже опять же, увы. Давайте посмотрим, повезет мне. Давайте мне, значит, пять тысяч алмазов, чтобы было обязательно. И десяточка тоже, чтобы мне прилетело. Так, вот, прилетело. Смотрите, смотрите, ящик получаешь всего лишь два раза по 40 алмазов. как всегда, все самые, все самые большие суммы мне. Эти ГЦ, Герца, Герца какие-то, 144 Герца, мониторы хорошие, новые, да. Что еще есть? Рыбалка, подарки за трату синих алмазов, возвраты с пополнением было, обновление новой игры. Все, все, нету больше ничего. Костюма я не так и не купил. Все, все проверили. Бах, проверили, Дон проверили, башню, проверили, все работает, а до этого акции не работали. Были какие-то косяки, я читал в фанке, но, так как я захожу в игру уже поздновато, если у меня где-то по часам в 7 утра новые акции открываются, то в игру я захожу уже в 10 вечера и только начинаю эти акции проверять. Так что, и 4 года игры, 5, мне, как это сказать-то, научили меня одному, никогда не спеши, не надо, обосрешься. Я это сделал уже много раз. Все, всем пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok